Сразу несколько встреч в Искитиме. Сначала Михаил Алаян пообщался со школьниками в 11-й. Вопросы были разные. Про спорт, дружбу, про путь к успеху. Просто так не бывает. Поэтому это и есть, называется успех. Для успеха нужны какие-то самопожертвования. То есть где-то не видеть семью, травмы. Где-то надо побольше, если учиться, то это нужно учиться. Но учеба не дается так просто, как всем обычным ученикам. То есть надо приходить, еще и лекции переписывать. Нужно все это учить, читать, догонять. Не бывает просто так. Поэтому вот этим ребятам они должны понимать, что вот эти преодоления, они должны их закаливать. И они должны эти испытания проходить. Иначе, ну как нам становиться настоящими мужчинами. Затем чемпион отправился к юным боксерам. В спортивной школе он провел тренировку с теми, кто видит для себя перспективы в профессиональном спорте. Ребятишек очень много занимается спортом. И хорошо, что есть такая возможность у них пообщаться с такими великими людьми. И я считаю, что такие тренировки, они вообще нужны. Понятно, что они ничему не научатся, но каждый для себя что-то в процессе общения, в процессе вот этих тренировочных занятий, что-то отложит у себя в голове и будет использовать это на соревнованиях. И вы в действии. В этот момент соперник может пойти на вас, чтобы вы смогли идти в сторону. Понятно? В отделении бокса занимается больше сотни ребят разного возраста, от детсадовского до подросткового. Сегодня тренируется с Михаилом юношей 9-11 лет. Чтобы стать лучшим, узнать, как тренируется чемпион. Уважение и дисциплина – главная составляющая успеха в любой сфере, уверен чемпион. Но многое зависит и от наставника. Дисциплина. Первое, это главное, что этому должен учить тренер, а им следовать наказанием тренера. То есть дисциплина, что касается спортивной составляющей, это верить в себя и огромное трудолюбие. Без усердия ничего не получится. Что касается веры в себя, ты тоже работаешь тренером. Ты нужен тренер, который не будет говорить, что это не получается, ты все время плохо делаешь. Нельзя так. Нужно постоянно хвалить детей. Это на мой взгляд так. Со мной же было так. И вселить в них уверенность, что все достижимо. Что плохого, когда ребенку скажут, что ты станешь чемпионом мира? Он в себя поверит. Я в себя однажды поверил, когда мне так сказали. После тренировки юные боксеры смогли пообщаться с Михаилом Малаяном и сделали общую фотографию.